хай 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 азьесим тангар игра глаз и сегодня расскажу вам пару айдл кланс про боссов про ключи и про эндгейм в этой игре в данный момент меня пригласил мой соклановец биться с боссом с дьяволом значит как это делается в группе может быть до трех человек вам нужно поставить автоид на 99 процентов включить его еду поставить первый слот ну потому что тут то что раньше стоит то твой персонаж и жрет в первую очередь поэтому ставим хорошую еду чтобы драться с боссом нужна еда минимум которая лечит на плюс 14 вот у меня на плюс 16 хватает нажимаем ready и начинаем замес с боссом значит боссы чтобы с ними драться нужно иметь хотя бы 70 основного скилла либо ближний бой либо лучник либо маг то есть вот 70 надо иметь на самом деле с боссом самое главное это выживаемость дьявол он бьет физом физический урон наносит поэтому вот по мне он попадает 44 процентов случаев максимально может на 44 попасть как вы понимаете в принципе может не повезти таким образом что он два раза подряд так стукнет но вероятность этого настолько мала но в принципе я думаю где-то один процент вероятность ну или около того что всех нас убьют убьет он но это вот взять даже честно я не встречал такого пока что но может сегодня увидим с вами кто знает вот так что мой шанс по нему попадение 24 процента это нормально то есть шанс больше 20 процентов по любому боссу нормально вы его забьете так вы бьете втроем его нормально у каждого босса есть своя кайт слабость у этого босса слабость это тупое оружие но как вы видите мы его бьем просто саблями с чипа и чипа и саблей как надо вот видео с вообще с посохом и велиус он одет даже не броню просто в тряпки магические этого тоже хватает несмотря на то что босс как бы долбит вот велик мы победили велиусу достались семечки винограда он их получил по что он больше всех дамага нанес но иногда может и другая ситуация быть кто-нибудь другой нанесет больше дамага это очень рандомно ну как вы понимаете почему это рандомно потому что шанс попасть по боссу 24 процента у него он примерно такой же вот иногда там ты больше ночью на другие так как мы делаем это собственно нашим кланом вместе деремся тут вообще все равно потому что все что ну как бы чьи ключи чтобы попасть к боссу нужно затратить ключи соответственно чьи ключи того и лут вот в нашем плане такая система поэтому если мне что-то выпадет я просто откинул в клановый банк да и человек это отсюда уже возьмет вот если вы будете добиться делать боссов с рандомами то есть можно в официальном дискорде игры там есть lfg looking for group канал и там можно найти людей чтобы с но если вот соло игрок у вас нет друзей пока что вы можете там найти людей которые помогут вам с боссом но они заберут половину лута даже если им выпадет ведь ну там весь лут то вам всего половину дадут то его продадут вам дадут половинку вот но с кланом удобнее потому что вот вы убили босса ничего делить не надо просто чей ключ тот все забрал сейчас босс впадать какой лут а вот самое ценное это год like game stones благодаря им можно затачивать оружие в максимум вот например сабли заточена то есть моя сабли а он стендинг она пред последняя виде силы 63 а это 75 то есть это как бы существенное прибавление к урону ну и к точности а керосе можно также отточить инструмент это кирку или пилу какую-нибудь поэтому эти камни в цене но они стоили раньше 7 миллионов сейчас они уж стоит 3 то есть цены очень падают сейчас вот они упали потому что теперь можно сделали так что можно ключи несколько ключей накапливать вообще откуда берутся ключи но я не сказал как-то начал с конца но смотрите когда вы деретесь любыми монстрами выше чем вот первые два тира начиная с валдер нас монстры бросают ключи на валдер нас это 0 1 процент на черт граммс три десятых процента каждый разный босс бросает разные ключи так как я милишник вообще играйте милишниками пока что потому что они рулят лучники разоритесь на стрелах магия в общем-то они слишком слабые они не могут никого убить кроме сумасшедших волшебников нормально ну или серверов но это нужно совсем вот так вот накачать мага короче проще свой играть милишникам вам почему на серверах вы тоже разоритесь на еде когда я дерусь с вампирами я они вообще меня не пробивают 0 хитчан соответственно шанс выбить ключ довольно таки большой так давайте мне что он давно пригласили ключи убиваем с обычных мобов довольно высокой вероятностью за ночь можно выбрать тип штук десять ключей проблема в чем проблема в том что по дефолту вот эти ключи их нельзя иметь больше одного ключа в инвентаре да то есть есть такая хитрость вы можете взять это тут вам выпал один ключ пойти в подземелье открыть босса ключ у исчезнет инвентаря и потом он может выпасть еще один ключ да то есть вы так вот можете открыть бог босса но на самом деле тоже изврат не нужно этим заниматься уже потому что дай такую штуку ввел разработчик вот только что это босс токен его можно купить опять же за донат но можно купить и за игровые деньги в игровых деньгах это стоит полтора миллиона долларов золотых примерно эту карте маст хэв если вы будете заниматься избиением боссов обязательно надо такую штуку купить я купил ее за 3 миллиона как она только появилась сейчас она упала даже за 4 что она только появилась первый день я купила а вот она упала в цене и вот она дает возможность накапливать ключи в инвентаре дофига дофига то есть у меня было только что три ключа до этого 7 вот у нас сейчас мы делемся у чапаева у него по мне где 10 что ли тех ключ и велиус тоже и вот мы просто сидим и бьем боссов и довольно таки долго и ну на самом деле ночью делать вот то есть это через ключи идет награды очень хороший год на генстон который сейчас стоит 3 миллиона на потом будет и 2 и миллион но тем не менее все равно хорошие деньги руда стоит миллион и пять процентов шансов упадет хороший шанс хорошие вот эти ботинки тоже по миллиону стоят и сундуки сундуки от сама еще стараются дорогая вещь потому что там свитки пор очень редкие падают который стоит несколько миллионов но и остальные тоже вот какая-нибудь титаниумовые слитки тоже хорошие деньги принесут вам чтобы это полезно ведь боссов совершенно точно это одна из самых прибыльных занятий в игре сейчас особенно после того как зарезали сейчас зарезали был апдейт зарезали смелтинг теперь чтобы переплавить какую-нибудь какую-нибудь руду которая требуется на броню например титан метеорит платина то есть к золоту x бриллиантам это не относится но вот к таким промышленным виду руды вам нужен уголь уголь он стоит дорого соответственно единственный способ сделать прибыльным смелтинг сейчас это купить апгрейд вот этот вот смелтинг magic который стоит довольно таки много это 1 тира всего тиров 5 вот так что в общем я рассказывал в прошлом видео что это самый выгодный способ зарабатывания денег сейчас он выгодный только если вы прокачаете полностью вот этот вот то есть так вот если без апгрейда вы будете плавить будете в ноль выходить просто в ноль если вы купите вот этот апгрейд 10 процентов соответственно плюс там следующий то есть если вы на пятеру купите этот апгрейд то вы будете уже зарабатывать нормально вот так что его босс он как бы всегда актуален будет так что это хорошая вещь единственно очень нудно и конечно пора уже разработчиков много боссов водить потому что этих уже всех избили ну совсем наверно ведут а вот значит это я хотел про боссов вам рассказать какую-то такую базовую информацию которую я не говорил раньше крайне важно вступить в клан от клана зависит как бы львиная доля вашего прогресса вот наш план он такой для задротов сожалению даже пришлось тут исключить пару человек хороших но просто которые не успевали за прогрессом то есть несмотря на то что это и айдлова игра и тут как бы раз один день за шуму раз день зайти в нее нужно на пять минут в принципе не обязательно бить боссов но тем не менее нужно как бы правильно развиваться и люди которые как бы этим но не занимаются так вот грамотно то почему тут приходится набирать тех кто поспевает то что мы сейчас строим дома дома увеличивают прогресс очень сильно ваш вот они стоят кучу денег нужно сдавать всем клана сдаем деньги на следующий дом она стоит 20 миллионов но полтора миллиона с человек собираем это недорого вся за день мой альт делает полтора миллиона даже больше на так что это в общем не деньги вообще но тем не менее почему клан крайне важно благодаря апдейт вот этот самый крутой апдейт если вы делаете свой клан его нужно первую очередь сделать йоинг потому что он дает 20 процентов шанс что ключ не потратится когда вы идете к боссу ключ не потратится это очень много тут я например сегодня бил босса мне было три ключа в итоге я сходил к боссу шесть раз ну просто чем немножко повезло и вот этот апгрейд он вот выпал несколько раз то есть сначала делаем йоинг а потом можно либо на пландеринг взять на воровство либо грая строится numbers в общем смотрите мы очень в нашем плане делаем голосование демократичная такая система и люди сами выбирают чего не дальше хотят вот видите это что боссы вот эти они просто на потоке идут ты в авторежиме так вот делаешь делаешь их ну что по моему мне на перчатки отдать человеку да наверное мы не выпали они случайно а я забыл просмотрел у нас в клане чей ключ того этапки если вы с кем-то с рандомой будете это нужно половину лута отдавать и так не нужно очень удобно значит чего еще хотел сказать самое главное в этой игре это энчанты то есть почему как я говорил в прошлом видео вроде говорил или нет премиум почему нужно купить только ради энчантов энчанты дают львиную долю прогресса вам вот потому что например вот у меня сейчас плюс 12 процентов урон или уменьшение помнила дамага понимаете благодаря энчантам энчанты делаются на же ювелирку вот у меня золотая ювелирка на каждые предметы велики можно засунуть дохриллион энчантов да ну только на серебряную можно слабые энчанты на золотую средние и на бриллиантовую совсем хорошие вот так что в общем это важный момент эти энчанты самое главное вообще в игре собственно главное прогресс вас потому что благодаря этому вы в том числе например будете прокачивать скиллы то есть если мы посмотрим вот сюда ведь у меня плюс 12 процентов энчанты дают к крафтингу карпентри плотническому делу к скорости то есть это ну к скорости бега скорость бега агилите она влияет только на скилл плантере все такой скилл ну не самый полезный мягко говоря вот так что как бы суть игры на эндгейме заключается в энчантах в поиске свитков которые падают из сундуков а также вам соответственно нужно тоже прокачать его то есть вот чтобы золотой энчант так это мне нужно восемьдесят четыре тысяч восемьдесят пять тысяч закинуть вот то есть возвращаясь нашим барашком энчантинг я смогу только золотой почему потому что у меня он прокачан до 40 кстати магия нужно качать на ее качать только в бою можно с магией что прокачал до 80 чтобы последние взять ступень но пенчатин до 80 прокачать нужно потратить тепло не знаю сколько миллионов 10 20 сколько-то денег вот так чтобы такой неспешная вещь плюс каждый свиток энхэнс exception начатный он тоже стоит несколько миллионов то есть это вот в того что вы в конце концов упираетесь ну а чем заниматься в игре это конечно ваш выбор то есть на самом деле все что тут есть все полезно то есть бить боссов хорошо и полезно очень нудно и долго если у вас мало времени не рекомендую заниматься вообще боевкой то что вы будете тратить целый час в день на то что вот так вот драться а это в общем не самое кому-то нравится зато это прикол прибыльно и весело и вообще потом наверно появится какой-нибудь контент дополнительный где там будет больше может игроков и вообще это как бы перспективная вещь но она требует времени крафтинг абсолютно бессмысленная самая бессмысленная сейчас профессии всех потому что вот ну достаточно в клане чтобы был один человек который вкачал и он соответственно вот будет вам точить до год лайк бесплатно пландеринг зарабатываешь на инструментах они стоят под 200 тысяч каждый но шанс падения довольно таки маленький в общем ну для любителей воровства такого принципе можно заниматься вот остальные добывающиеся профессии их надо брать только когда вы купите все апгрейды то есть вот нет смысла брать допустим рыбалку пока вы не купите вот эти два скилла на рыбалку фарминг пока вы не купите фарминг вот повезло кстати смотрите титановые штуки вот так что в целом я рекомендую на чем сосредоточиться одном если вы начинаете играть или продолжаете вот блин допустим вот выбрали окей становитесь бойцом или окей вы хотите дровосеком будьте дровосеком или ну даже крафтером просто с него невозможно заработать вообще никак денег это такая профессия для рейтинга то есть тут же есть рейтинг лидер борт вот и соответственно в этом рейтинг что-то мне все грузится грузится тут вы люди люди многие они так жестко задрачивают чтобы быть повыше соответственно вот они все скиллы прокачивают это весело но как бы смысла вообще в этом особого прям таки нет и сейчас я то есть с точки зрения развития персонажа максимально быстрого лучше среоточиться на чем-то вот любой какой-то скиллывать cooking да все они хороши кроме инчанинга учили что на инчанинги вы невозможно заработать вообще потому что вы не можете продавать предметы которые вы заинчать или они только вот салбанда становится вы только можете в магазин сдать вот это именно параметры для улучшения свой персонаж а вот важный момент еще конечно это строит стоит дом свой маленький он должен бустит скиллы у меня уже третий тир построить 4 для него нужно 80 карпентра и 10 миллионов собственно я сейчас делаю чуть-чуть сейчас делаю собираю потому что чем быстрее вы эти скиллы все соберете тем чем раньше тем быстрее как бы они начнут действовать крайне самое лучшее развитие в этой игре максимальная по той мере если вы не идете в боевку то что в боевке внимание не все знают об этом в боевке не действуют бонусы от домов например они это бонус они действуют только скиллинг скиллинг это вот там копания рыбалка кузнечное дело да это скиллинг а боевка у нее отдельно все по боевке единственное что вы можете делать это инчанить вот так что можете не запариваться со строительством домов и так далее если вы становитесь воином но я честно говоря я просто не тяну по времени у меня нет столько времени чтобы воевать так активно я все скиллы вкачал чтобы быть полезным есть там кто-то что-то делается заменить кого-то чтобы клана помогать в целом я планирую стать каким-то таким скучным игроком в эту игру потому что просто у меня нет времени целый час в день бить боссов но это собственно в этом соль этой игры как бы в плане сражений с монстрами я буду сейчас там чуть копать собирать не знаю крафтить вот это вот какие-то такие основные моменты которые хотел вам сказать в целом такая неспешная игра если в нее еще по фану играть вообще хорошо буду ждать ваши комменты подписывайтесь на канал и я еще сниму много хороших интересных видео про айдл игры и не только пока поставьте лайки пишите комменты поддержите